19 декабря в центре Москвы прошла пресс-конференция компании Positive Technologies. Эксперты компании рассказали о самых существенных трендах информационной безопасности в уходящем году и поделились прогнозами на год грядущий. Несмотря на позитивный тон выступлений, картина получилась не самая радужная. По словам Бориса Симиса, заместителя генерального директора Positive Technologies, рынок информационной безопасности в 2019 году имел все шансы вырасти на 20% в сравнении с прошлым годом, но не смог. Причина стагнации, считает эксперт, сложность конкурсных процедур и бюрократия, из-за которых компании просто не успевают закупить необходимые средства защиты. В отрасли продолжает обостряться дефицит кадров. Востребованы сотрудники, которые обладают сразу несколькими компетенциями и глубоким знанием отраслевой специфики. Компании даже готовы брать таких убер-специалистов на прокат. То есть нет таких средств, которые прям хоп и будут тебя там защищать, выявлять атаки. Тебе нужна экспертиза. От таких людей ты не наймешь на постоянку к себе. Им будет неинтересно, они нужны разные. Этот разбирается в аспектах выявления атак на веб, этот на базы данных. И все такие заказчики, они все приходят к идее аутсорсинга или аутстаффинга. Количество массовых атак на финансовые организации в 2019 году снизилось. По мнению экспертов, системы защиты в банковской сфере уже достигли зрелости, что вынудило хакеров переключиться на менее защищенные отрасли. По исследованиям экспертного центра безопасности Positive Technologies, 68% АПТ-группировок атаковали государственные учреждения. На руку хакерам играет применение базовых средств защиты, сведения о закупке которых по госзаказу публикуются в открытом доступе. Да и в целом, хакеры обычно сильно опережают защитников иногда на целые годы. Так, от появления новейших техник взлома до внедрения средств защиты от них, по оценкам Positive Technologies, обычно проходит до трех лет. Необходимо обратить внимание на персонал, который эксплуатирует те средства защиты информации, которые есть в госучреждениях, и все-таки на постоянные процессы. Потому что зачастую для того, чтобы существенно повысить планку защищенности, тех технических средств, которые там уже есть, достаточно. Просто их необходимо правильно эксплуатировать и действительно эксплуатировать, чтобы они не лежали на полке, чтобы были люди, специалисты, которые в состоянии это делать. Злоумышленники нацелены на получение результата. До тех пор, пока они не получат этот результат, они будут продолжать атаковать. Ничего страшного в том, что злоумышленник попал в организацию. Страшно, когда злоумышленник достиг своей цели. В ближайшие 2-3 года выстраивание доказуемого цикла безопасной разработки станет негласным правилом для вендоров банковского ПО. Исследователи будут выявлять все новые аппаратные уязвимости на низких уровнях, например, на уровне аппаратной логики и печатной платы. Участятся новости об утечках пользовательских данных, но причиной станут не новые инциденты, а обнаружения в сети похищенных ранее баз данных. Новой масштабной целью злоумышленников могут стать умные автомобили и города. Катализатором послужит распространение сетей 5G и развитие интернета вещей. Еще один вектор атак хакеров будет направлен на мобильные банковские приложения. Спрос. У кибермошенников наберет схема «доступ как услуга», то есть перепродажа или сдача в аренду другим участникам теневого рынка доступа к инфраструктуре жертвы. Успешные вторжения на предприятиях промышленности и ТЭК разовьются в полномасштабный кибершпионаж. Однако компаний научатся обнаруживать незваных гостей. Удивляют больше не какие-то отдельные факты, а высокий уровень инертности предприятий по отношению к тем проблемам, которые мы обнаруживаем и до них доносят. Те же уязвимости, связанные с шифровальщиками, сколько эпидемий было. Тем не менее, предприятия не закрывают эти уязвимости. Оказывается, для энергопредприятия ущерб в 10 миллионов рублей является приемлемым. В сущности, осторожные и даже пессимистичные прогнозы самых позитивных экспертов не повод печалиться в предновогоднюю пору. Прозвучавшие на пресс-конференции оценки означают лишь то, что в следующем году компанию, как и всю отрасль в целом, ожидает очень много интересной работы. Продолжение следует...